Всем привет! Вы на канале Вокруг Земли. Ваши любимые новости Таиланда. Сразу, пожалуйста, поставьте лайк и мы приступаем с вами к очередным новостям из Таиланда. Спасатели Паттайи нашли пропавших французов. Группа из четырех французских туристов вышла в море и бесследно исчезла утром в среду. В результате поиска нашли лишь пустую лодку. Надежды на счастливое спасение практически не было. Но в конце концов спасателям повезло и они обнаружили пропавших на необитаемом мелком острове. Лишь спустя сутки спасательная команда обнаружила фарангов, которые застряли на острове Ко-Маровичай. Все они были в безопасности, но уже сильно измотаны и голодны. Французская бизнесвумен оставила своей тайской горничной активов на сумму 100 миллионов бат. 2,7 миллион долларов после того, как умерла на острове Самуи в понедельник. Вот повезло женщине. Государственные выходные в мае. Иммиграционная служба и другие службы будут закрыты. 10 мая праздник первой борозды. 22 мая Виса Кабуча. День рождения Будды. Государственный выходной. Сонг Кран, тайский Новый год, принес рекордную прибыль. Согласно отсчету, празднование тайского Нового года, которые прошли недавно по всей стране, принесли местной казне рекордный 70 миллиардов бат. Таможенники изъяли у томского туриста, прилетевшего из Таиланда, нож и три кастета. Англичанин арестован с кокаином в паспорте. Премьер-министр Таиланда запускает собственное ток-шоу, где будет рассказывать народу о деятельности и достижениях своего правительства. Таиланд предлагает провести товарищеский футбольный матч между Ливерпулем и Манчестер Юнайтед. По сообщениям Симноптиков, в этом году сезон дождей наступит немного позже обычного, во второй половине мая. Представители турбизнеса вновь активно продвигают идею сбора с иностранных туристов, въезжающих в королевство. Вице-президент Совета по туризму Таиланда намерен убедить в необходимости взимать с гостей из-за границы по 300 бат. Новый министр туризма королевства. Таиланд находится на восьмом месте в мире по количеству секс-работников, а возглавляют рейтинг китайцы, индусы и американцы. В Чангмайе остановили ночью дамочку на внедорожнике, а внутри неожиданно оказались 6 миллионов таблеток амфетамина. Куда катится этот мир? Таможенный департамент будет штрафовать импортеров электронных сигарет в двойном размере стоимости товара плюс налог, чтобы препятствовать дальнейшим продажам среди населения. Данная мера принята на фоне быстрого распространения электронных сигарет среди подростков и студентов. Жительница Пхукета выиграла 24 миллиона бат в лотерею. Ох, как повезло. На Пхукете стало на одного миллионера больше. 12 тайских звезд твиттера арестованы за рекламу порно. Сотрудники Центрального бюро расследований арестовали 12 тайских звезд за пропаганду, добавок от эректильной дисфункции посредством порнографического контента. Они делились своими откровенными фотографиями и видео в твиттере, сообщая, что препарат улучшает их сексуальные возможности и позволяет продержаться дольше. Бренд пищевых добавок нанял их для создания 18 плюс рекламы. Зарабатывала молодежь от 1500 до 3000 бат за одно видео или набор изображений откровенного характера. Власти Таиланда запустили бесплатный сайт по поиску работы и персонала. Россия и Таиланд открыли год культурных обменов. Старт в череде мероприятий дал концерт Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого в Бангкоке. Таиланд принял 12 миллионов туристов за 4 месяца. По данным ТАТ, в топ-10 граждан, посетивших Таиланд за первые 4 месяца, вошли Первое место – китайцы, второе – малазийцы, третье место – туристы из России, 767 210 человек. Четвертое место – южнокорейцы, пятое – индийцы, шестое – лаосцы, седьмое – немцы, восьмое – англичане, девятое – тайванцы и десятое – американцы. Дорогие друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ожидайте ваших любимых новых новостей из Таиланда. Желаю вам всех благ, хорошего вам настроения. Субтитры создавал DimaTorzok